Друзья, ассалям, мы в Петербурге. Прошлая неделя у нас прошла под эгидой Санкт-Петербургского юридического форума. Как вы, наверное, знаете, сейчас экспертное сообщество по исламским финансам готовится к принятию закона о партнерском финансировании. Это даст нашей стране более устойчивую модель в современном мире и позволит перейти от спекуляций к инвестициям. Есть эксперимент, конечно, будет удачным. Также обсуждали, сколько времени понадобилось для формализации идеи законопроект, а я получил свежую порцию газетки ассалям. Ну и хотел бы отметить, что темой закона об исламском банкинге в финансах занимаюсь уже больше, наверное, 15 лет, ну, около 15 лет. И уже, в том числе при моем участии, было несколько попыток инициировать принятие закона об исламских финансах, причем эти инициативы были связаны с тем, чтобы, а, создать конкуренцию дополнительную на финансовом рынке, и, б, найти новые источники финансирования проектов, в том числе из исламского мира. Один из важнейших вопросов – это способность сообщества самовоспроизводиться. Ну, например, через обучение. Обсудили вопросы сложности в подготовке кадров. Например, Нурстам Нугалеев из Российского Исламского Университета констатировал факт, что они сейчас не готовы обучать по программе исламских финансов новых специалистов. Что касаемо кадров, касаемо процесса подготовки специалистов, да, конечно, этот вопрос очень важен, потому что, на самом деле, мы не были готовы к такому повороту. Я, может быть, выражая свою точку зрения от лица мусульманского сообщества, но, на самом деле, никто не ожидал, что регулятор, правительство вот так вот все-таки повернется в сторону желания развития партнерских финансов, как мы называем, исламских финансов. Это была неожиданность. Один из самых сложных вопросов на сегодняшний день, который стоит на повестке, это, конечно же, спрос. А есть ли те самые клиенты, для которых это все делается? На мой взгляд, что если у вас с нами нет доступа к рекламному рынку, то и нет отрасли. Да, классно, кто-то может стрельнуть, но, дорогие мои маркетологи, мы же с вами знаем, что случайно выстреливают бренды, не случайно. Все эти организации основывались в ситуации отсутствия не только правового специального поля для деятельности. То есть это, мы говорим, исламские финансовые компании, но на деле это в большей степени нелицензируемые организации, и они сталкивались с целым рядом сложностей, среди которых, например, можно обозначить ограничения в рекламе своих услуг, потому что даже рекламные площадки, социальные сети, они требуют от таких организаций подтверждения того, что они действительно могут оказывать соответствующие услуги, и чего они им представить не могут. Также ключевые вопросы в законопроекте и вообще в реализации такого рода сделок – это, конечно же, НДС. Это, возможно, тот самый камень преткновения, который не только не дает развиваться альтернативным финансовым моделям, но и в целом экономике и производству. То же касается мнения Министерства финансового по налогу на добавленную стоимость, что, ну, понятное дело, Министерство финансов, федеральный орган, он говорит, там прописная истина, что она должна начисляться, и в то же время, как ее платить, если ты получишь налог на добавленную стоимость, как ее платить. То есть много вопросов возникает, но также нужно понимать, пока мы этот закон не примем, не начнем его реализовывать, мы не поймем, с какими сложностями в той или иной мере мы столкнемся и будем сталкиваться. И в то же время, наверное, мы должны будем быть готовы изменять, так сказать, наше законодательство, налоговое законодательство, гражданско-правовой кодекс, чтобы он позволял осуществлять свою ведовую деятельность на основах норм ислама. Как сказал Медведев на юридическом форуме, если не работает право, то в ход идут пушки. Ну, а в свою очередь Марат Данилович очень четко подметил, для каких целей нам необходим этот закон. Потому что вот когда мы обсуждали, а для чего, собственно, закон? Ну, казалось бы, у нас в гражданском праве принцип свободы договора, в договорном праве оспоримая диспозитивность договорного права, эти все презумпции существуют, и, казалось бы, можно развивать и действительно практику показывать, что это развитие идет. Но, как мы понимаем, задача права, в том числе, придать устойчивость правоотношениям, чтобы это не было дано на откуп странам в договоре, и при различных трактовках, в том числе, судебных каких-то аспектах рассмотрения, чтобы все-таки в основе лежали какие-то более-менее устойчивые нормы, или обычаи хотя бы правовые. Также мы записали большое интервью с Алексеем Геннадьевичем Гузновым, зампредом правления Центробанка. Он ответил на вопросы нашего эксперта, а также дал свою точку зрения на то, почему именно кредитная система стала доминирующей в мире. Почему система, основанная на проценте на кредите, стала столь популярной? Доступность, легкость. Предначение это что такое? Караван, да еще обеспеченный воинской силой. Может ли появиться альтернатива? Может. Мы этим с вами занимаемся, мы это сейчас обсуждаем. Будет ли она носить такой глобальный характер? Альтернатива, это вопрос, ну как всегда, конкуренции разных систем. Друзья, прошлая неделя была посвящена исключительно законопроекту и обсуждению его, в том числе и в наших соцсетях, и в экспертных кругах. Сегодня мы летим в Казань, на Казан-саммит, и там уже будут обсуждаться вопросы глобальной исламской экономики. Я предлагаю оставаться на наших соцсетях. Скоро у нас выйдет интервью с Гузновым, зампредом Центробанка, и он объяснит подробно, что регуляторы власти видят в этом законопроекте. Вам салям!